МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Алена Матвеева. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не досмотрели. В Запорожье 4-летний ребенок выпал из окна. Энергия солнца в действии. В Гуляйпольском районе построят солнечную электростанцию. Жемчужина хортица. В Запорожье впервые прошел международный турнир по художественной гимнастике. Выход есть всегда. Обезьяна доходчиво объяснила женщине, как доставить воду в вольер. Несчастный случай или халатность родителей. В Запорожье 4-летний мальчик выпал из окна второго этажа. Ребенок был без присмотра. Патрульных полицейских и медиков вызвали соседи. Мальчика отправили в реанимацию. Как сейчас чувствует себя ребенок и что ожидает родителей? Подробности у Мария Маркелян. В этом доме на улице Павла Кичкасской 30 июня произошел случай, который взбудоражил всех. Четырехлетний мальчик выпал со второго этажа, с окна, которое открыто и сейчас. Несчастный случай произошел в половине десятого вечера. Свидетелями падения мальчика были соседи. Там соседка сидела на том подъезде. Ну я к ней иду. У меня прямо перед нами падает крикунг. Ну все, мы вызвали скорую. На место события прибыли и патрульные. Не дождавшись медиков, они решили поехать им навстречу. Патрульная сразу с одним из человеков, который там находился, схопила эту дитину. И на службовом автомобиле поехали на встречу с швидкой допомогой. Потому что дитина уже втрачала свидетельств, мала численные телесные повреждения. И нужно было как не быстрее врятовать ее. По словам правоохранителей, помимо четырехлетнего мальчика, в семье есть еще три ребенка. В тот момент в квартире была только старшая сестра. Никого из взрослых рядом не оказалось. Было установлено, что в этот час его мать, 89-го рождения, женщина, находилась на работе. Ее співмешканец залишил хлопчика и его сестру 2007-го рождения самих дома. Батьков было правоохранцами опытано. На разе открыто криминальное проведение за ознакомом частина 1 ст. 166 Криминального кодекса Украины. Как утверждают соседи, семья живет здесь около месяца. Жильцы дома не раз были свидетелями того, что мальчика оставляли без присмотра. Ребенка я гоняла. Он сидел на подоконнике и стучал ручками по стеклу. Я его гоняла, ругала на него. Говорила, что я же не знала, кто там внутри. Ей сказала, что Рита, смотри, ребенок, хлипкие рамы. Он может вывалиться вообще. Не лезьте в мою семью, занимайтесь своими делами. Вот. Он там присмотрен. За ним смотрят. Получить комментарий от родителей нам не удалось. Никто не открывал дверь. Однако через несколько минут из окна показался мужчина, сожитель матери мальчика. Никто не ожидал этого. Ребенок сам был в квартире? Ну, с ребенком, с вторым. Старший? Да. Это девочка? Да. Она не видела, да? Она не успела увидеть. В каком состоянии сейчас? Нормально. Не ушибла, ничего не могла. То есть вообще ничего? Ничего. Царапины только на плечах. Ребенок упал со второго этажа, у него только царапины? Да. Вы сами видели это? Вы сами это видели? Да я вот в больнице был сегодня. В областной детской больнице сообщили, что ребенка уже выписали. Говорить о его состоянии без письменного согласия родителей врачи отказались. Поэтому мы решили вернуться и еще раз попытаться связаться с родителями. Через несколько звонков дверь все-таки открыли. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете, да, выйти поговорить? Да, я вам могу показать. Ребенок вот жив. Привет. Не царапин? Он ходит, царапин нет, ничего нет. Вот документы, что ребенка все целое. А скажите, а с каким диагнозом ребенка? Ни с каким диагнозом. Ну, я... Ни с каким диагнозом. А? У него выписывают с диагнозом. С каким диагнозом? У него диагноза никакого нет. У ребенка уже здоров, никак единого ушиба нет. Пересматривая документы с выписки, мать мальчика по-прежнему настаивала на своем. Затем и вовсе закрыла дверь. До свидания. Сейчас ведется следствие по этому делу. Материалы переданы в социальные службы. По результатам всех проверок будут сделаны выводы. На правобережном пляже Запорожья обнаружили кишечную палочку. В связи с этим есть риск возникновения и распространения острых инфекционных заболеваний. Специалисты Запорожского областного лабораторного центра МОС рекомендуют воздержаться от купания в реке. Пробы воды отбираются еженедельно. Результаты новых исследований будут известны уже через 2-3 дня. Несколько недель подряд на пляже Правобережном нами выделялась лактозоположительная кишечная палочка, что говорит о такой неплагополучной ситуации. На прошлой неделе исследования были хорошие. То есть все было в порядке. И вот сегодня, в понедельник, мы обычно это делаем по понедельникам, вновь отобраны пробы и буквально в течение нескольких дней мы будем знать результат. Энергия в действии. В Гуляйпольском районе построят современную солнечную электростанцию. Уже готовится проект. Планируется, что новый объект не только обеспечит отдельные населенные пункты электричества, но и станет дополнительным доходом в бюджет территориальной громады. Подробнее расскажет Екатерина Шапка. Территория в 20 гектаров с большим количеством солнечных батарей. Это проект будущей солнечной электростанции в Гуляйпольском районе. Идея построить подобный проект появилась давно. Найти инвесторов удалось несколько месяцев назад. За допомогой Запорожьей областной державной администрации был найден инвестор. Он из Днепетровской области, которому сподобался наш Гуляйпольский район в плане земли, растошивания объекта, где был започаткованный объект солнечной электростанции. Выезжали специалисты техническую работу, технические экспертизы. Современная солнечная электростанция будет находиться здесь, неподалеку села Гуляйпольское. Когда-то на этих 20 гектарах находилась местная птицефабрика. Вскоре собираются установить более 2000 специальных модулей, которые и будут перерабатывать солнечную энергию в электричество. Место для строительства подходит по всем параметрам, говорят архитекторы. Чему именно она? Потому что она проходит недалеко от трассы, обеспечена электросетями. И размер ее 28 гектар. Эта площадь, ну, орентированная, да, и на сегодня выстачит для размещения в первую очередь строительства солнечной электростанции. В планах построить солнечную фотоэлектростанцию. Электричество добывается способом прямого превращения энергии солнечного излучения. Это общая территория для модулей с инверторами и трансформаторами. Сколько населенных пунктов сможет охватить объект такой мощности? Пока просчитывается. На сегодня, да, инвестор еще не надав информации про те, какую территорию будет обеспечена электроэнергией именно от солнечных батарей, да. Відомо, что это будут новые места для района, да, приблизительно 7 рабочих мест на початку. Вырабатываемая электроэнергия может использоваться как для реализации вообще государственной электросети по зеленому тарифу, так и вырабатываться для собственного использования. Необходимые расчеты получат немного позже. Появление электростанции также позволит пополнить бюджет гуляйпольской территориальной громады. По-перше, это надходение на нашу гуляйпольскую району бюджет, состворение рабочих мест. Это европейский подход, чтобы вся Европа приехала на такие солнечные электростанции. На данном этапе еще разрабатывается проект. Никакие работы на территории пока не ведутся. Но инициаторы строительства солнечной электростанции надеются, что уже в течение полугода в Гуляйпольском районе появится новый объект. Екатерина Шапка, Александр Доля, Гуляйпольский район, ТВ5. Запорожская область в 2017 году стала четвертой в Украине по темпам децентрализации. Занять лидирующую позицию в рейтинге местным громадам позволила в первую очередь активная позиция самих жителей сел и городов. Сегодня в регионе созданы 33 объединенные территориальные громады. Они охватили почти 50% территории региона. Эксперты предполагают, процесс децентрализации в Запорожской области может выйти на заключительный этап уже в 2018 году. Сегодня Запорожская область вошла в четверку найкращих в рейтингу спроможных громад по всей Украине. Это действительно большой успех. Почему? Потому что буквально в прошлом году мы входили ледко в десятку. Сегодня мы уже действительно в авангарде всех этих процессов. Те, кто не объединялись, они уже на несколько лет остались там и идут назад. И я, может, користуюсь на году, звертаюсь до тех сельских голев, что, шановные, приступите через свое «я», шукайте лидера, выбирайте, идите вперед и изменяйте свои территории. Никто, лежащи на диване, хаючи в ладу, как у нас подчас много, ничего на местах изменяться не будет. Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Незаконные вооруженные формирования продолжают пренебрегать достигнутыми ранее договоренностями по соблюдению перемирия. Под огнем не только украинские военные, но и жители прифронтовых городов. В Маринке снаряды разрываются прямо во дворах. В зоне обстрелов побывала наша съемочная группа. Позавчора, рано в ранце, сейчас спал так смачно, смачно заснул. Не все бывают таки ночи, когда можно высыпаться. Мне так казалось, что лежал по полной, открыв рот, так давал, и прилетел. Причем такий близенько, казалось, что эти мешочки на веконцях, наче б сейчас до тебя и прилетели в лужечко. Слава Богу, повернулся и закрив ротик, штукатурка не посипалась. А так, ну, причем, сейчас я покажу вам там. По маленьке бьют из реактивной артиллерии, самоходных артиллерийских установок и другой тяжелой техники. Военные показывают, куда враг скорректировал орудие. Это жилой квартал. Возле окна как раз сидела. Мама говорит, первый выстрел слышала. Не знаю, как она чуть домошла от второго выстрела. Потому что осколки, если бы там стекла, если бы не стекла, 14-летняя Алина живет на этой улице. Ее дом пострадал от удара взрывной волны. Сам снаряд разорвался в этом дворе. Ты бачишь, никакого листочка не было. Вот такая была сильная. Выбуховая хвилля, выбрала вот это все. Позавчера на этом месте стоял душ, росла малинка, а сегодня мы видим только торчащие из земли палочки. Сгорело две абрикоски, видим, лежит забор, а сам взрыв пришелся на это место. Скорее всего, работало сфольное вооружение. Видим, как разбросало вокруг грунт. Но местные жители говорят, один плюс из этого есть, потому что на этом месте они планировали вырыть колодец. Люди говорят, такими темпами скоро в каждом дворе будут не только колодцы, но и артезианские скважины. Но здесь опасность представляют не только снаряды. В центре возле церкви сидели тоже. Ничего, просто сидели, разговаривали, пули над головой начали свистеть. Друг говорит, давай отойдем хотя бы отсюда. Мы отошли немного и все. Через полчаса потом пошли домой. За этой улицей подконтрольная территория заканчивается. Здесь можно находиться буквально несколько минут, потому что видим, совсем рядом с нами находится известная конюшня. Там уже враг. Говорят, заехали новые снайперы, которые ведут в основном не провокационный обстрел, а стреляют на поражение. Вот это они, вот тут. Причем сейчас заехали девочки, працюют, ну, биатлонистки, так называемые. Вот крокодильчик, вот это они. Это снайперы? Их тут видно, да, да. О, давай, давай, давай. Дальнейшее развитие событий и новые подробности о происходящем в зоне АТО смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня» в понедельник в 19.45. Евгений Мельник, Юрий Васильченко, Александр Гоц, Александр Кровец из Донецкой области. ТВ5. Лагерь для профессионалов, караоке-баттл и создание рисунка-мотивация. Об этом и не только далее. В выпуске будет интересно. Икона, которая плачет. В Запорожье привезли одну из 11 святынь Украины. Пустили на праздник. День морского и речного флота Украины в Бердянске отмечают по-особенному. Лагерь для ушуистов. Возможность отдохнуть и улучшить физическую форму. Жажда не тетка. Если не знаете, как напоить обезьяну, не расстраивайтесь, она вам объяснит. В субботу в Свято-Покровском архиерейском соборе Запорожья духовенство и верующие встречали одну из 11 святынь Украины. Икону Божьей Матери Баянскую. Эта икона написана для иконостаса храма Рождества Пресвятой Богородицы Женского монастыря в Черновицкой области. Известна тем, что из глаз Богородицы льются слезы. Она считается чудотворной. Подробности в сюжете Галины Знаменской. Чудотворную икону Божьей Матери Баянская доставили в Запорожье самолетом из Черниговской области. Там она постоянно пребывает в храме Женского монастыря. Образ написан в 1991 году. Через два года, в канун праздника Николая Зимнего, местный священник заметил, что глаза Богородицы наполнились слезами. Прихожане также увидели слезы. Множество исцелений от этой иконы были детально изучены, и Священный Синод Украинской Православной Церкви признал ее чудотворной. Явление этого чуда совершилось в 1993 году. И с тех пор многие сонмы верующих прибегают к этой иконе, чтобы Господь через нее явил свое неисчетное человеколюбие, милость, исцеление, заступление. Все то, с чем приходит, прибегает к Богу человек. На святом лике видны следы слез. Икона относится к типу Адигитрия, украшена серебряным окладом. Подарки на иконе свидетельствуют о благодарности верующих за чудеса исцеления. Она плачет за наши грехи. Она плачет, чтобы мы вернулись к покаянию, к смирению, к любви и отечеству за нашу веру православную. Несмотря на жаркую погоду, сотни верующих Запорожья пришли приложиться к святыне. Эта помощь нам всем, вот этой иконы, она даст нам вразумление духовного и телесного спасения. Не только нам, а всему городу Запорожье нашему. Я читал об этом в интернете, читал об этой новости, с сайта епархии, что привезли эту икону. Мне хотелось бы, конечно, тоже с тысячей верующих, или сколько с многими верующими поклониться этой святыне, чтобы частичка благодати передалась им. Чудотворная икона Баянской Божьей Матери будет находиться в Свято-Покровском архиерейском соборе до 6 июля. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, ТВ5. В Запорожье начал свою работу школьный лагерь «Би-Профи Кэмп». Он рассчитан на подростков, которые уже задумываются о своей будущей профессии, но еще не сделали выбор. Лагерь будет работать в течение четырех дней. Сегодня подростки знакомятся друг с другом, с психологом и бизнес-тренером. Я их знакомлю друг с другом. Немного хочу познакомить их со своими сильными чертами и слабыми. И о возможностях использовать свои сильные стороны в трудоустройстве. И будем с ними много разговаривать о том, как искать любимую профессию, как искать свой путь во взрослой жизни. Мы хотим, чтобы дети поняли, что работа – это не просто способ зарабатывания денег, для того, чтобы жить дальше. Нужно найти такую работу для себя или создать ее. Работу, от которой ты просыпаешься утром, и ты получаешь удовольствие от того, что тебе нужно собраться и пойти в офис, не в офис, к своей команде. И просто делать это, потому что это тебе нравится, а не потому, что так надо. За четыре дня работы лагеря ребят ожидают экскурсии на предприятия города, встречи с представителями разных профессий и непринужденное общение. Подобные экспресс-лагеря организовывают каждое лето. Следующий набор начнется в сентябре. Я ухожу после девятого класса в колледж, и мне предстоит выбор, на какую специальность идти. То ли это право, финансы, туризм. Поэтому мне очень важно сейчас в крайние сроки выбрать дальнейшее направление. В первое воскресенье июля отмечается День морского и речного флота Украины. На протяжении многих лет в Бердянском торговом порту эту дату отмечают по-особенному. Закрытые для посторонних людей причалы становятся доступны для всех, кому интересно увидеть, как трудятся докеры и какая техника обеспечивает бесперебойную работу морских ворот Запорожского края. Не упустили возможность побывать на причалах и наши журналисты. Бердянское радио 5. Бердянское радио 5, Ласточка. Пожалуйста, радио 5. Кто зовет? Ласточка зовет. Пожалуйста, 1-2. Ласточка. Благодаря этому маленькому катеру обеспечивается бесперебойная работа порта. Сегодня буксир пришвартован к причалу и открыт для общего доступа. Экскурсию по кораблю проводит старший механик Александр Абризан. На Ласточке он больше 30 лет. Я работал здесь в порту с 80-го года. На мной и в судах работал. Отходит Левант, на Леванте работал. На сегодня работал. На мной и в судах работал здесь. Ласточка, ну естественно, прикипел уже. Без Ласточки уже не знаю, как жить. Тянет из дому, тянет на работу. О своей любимой работе Александр может рассказывать часами. Участие в различных по сложности спасательных операциях, освобождении из следового плена кораблей. Все это повседневная жизнь буксира. Верх мастерства в установленные по времени сроки, независимо от погодных условий, пришвартовать судно, длина которого превышает 200 метров. Вот лично я швартовал самое крупное судно, которое было здесь. Был такой балкер, зоя Каскодемянская, длиной 213 метров. Он стоял на пятном причале. И вот лично я, вот мы грузуем и швартовали. Бывают огромные судно. Среди экскурсантов побывал на Ласточке и 8-летний Илья Маслий. К сожалению, мальчику не удалось застать на корабле родного деда, капитана буксира. Леонид Довгий в этот день был свободным от вахты. Там стоит корабль моего дедушки. Я тоже хочу стать капитаном. Я его впервые увидел. Он мне про него много очень рассказывал. Проходная порта для посещений была открыта два часа. За это время с работой докеров, с техникой, которая обслуживает суда, ознакомились более тысячи человек. Следующий день открытых дверей в Бридянском морском торговом порту пройдет уже в 2018 году. На связи, Ласточка. Будьте добры. Угадайся с бортом на сторонах людей. Экскурсия закончена. Прием. Все, принял. Все. Удаляем. Все, до связи. Все. Спасибо большое за встречу. Нам пора работать. Так что до свидания. Приезжайте на следующий год. С нами снова. На наш праздник профессиональный. Всего хорошего. До свидания. Валерий Колотан, Игорь Стрельцов, Евгений Дохновский, Бердянск, ТВ5. Первый в Запорожье. В это воскресенье в Центральном парке культуры и отдыха Дубова роща соревновались певцы-любители. Администрация парка организовала для всех желающих караоке-баттл. Обещают, если первый блин не выйдет комом, соревнования любителей караоке станут традиционными. Послушать запорожских певцов-любителей поехал и Павел Васильев. Полина Елесина – первая участница первого запорожского караоке-баттла. Песен девушка знает очень много, но «Подруга ночь» – самая любимая. Петь обожаю. Любимая песня, ту, которую исполняла. И еще есть несколько. Например, Александр Пономарев «Я люблю тельки ТБ». Вы будете исполнять? Попытаюсь, постараюсь. Юлия Карпинская – одна из соперниц Полины о конкурсе певцов-аматоров узнала из интернета. Обычно в караоке девушка не поет. Радует вокальными талантами свою семью. В интернете рекламку увидела. Пришли с семьей посмотреть. Ну, решила поучаствовать. Поэтому как бы пением особо я не занималась нигде. Просто пою дома. Много песен любимых. Поэтому для души просто и все. Вместе с Юлией и Полиной для души вышли спеть около десяти запорожцев. Это первый опыт проведения караоке-батла, организованного руководством парка. Просто часу и часу до нас вертаются хлопцы, девчата и доросли. И кажут, мы хотим поспевать и показать свои таланты, творчество всему Запорожью, всему свиту. И таким чином выникла идея створить такой невеличкий вокальный конкурс, когда все можете на умовах лотереи вытягнуть песню, заспевать ее и потом, протягом трех этапов, выиграть смачные и ценные подарки. В дальнейшем администрация парка предполагает сделать такие конкурсы традиционными. Павел Васильев, Александр Готц, ТВ5. Рисунок, мотивация. Даже если вы не владеете кистью, как настоящий художник, это не повод отказаться от возможности проявить свои эмоции на холсте. В эти выходные в одном из бизнес-центров Запорожья состоялся необычный мастер-класс. Наша Оля Васильева хоть и не художница, но с удовольствием приняла участие в создании рисунка-мотивации. Работа над рисунком-мотивацией начинается с самого простого – эскиза карандашом. Следующий этап – прорисовывание акварелью. Мой рисунок готов, и хоть он выглядит несколько по-детски, я все равно довольна результатом. На создание картины ушло около двух часов. Как уже было сказано, все начинается с эскиза. Берем в руки карандаш и наносим еле заметные очертания будущего рисунка. Шрифт в центре листа и цветы по краю, чтобы видно было вам, а вы легонечко рисуете, чтобы посмотреть, как гармонично. Для того, чтобы участникам мастер-класса было легче понять смысл цветочного леттеринга, художница подготовила пример. Леттеринг – это когда мы пишем, то есть каллиграфия в рисунке. Мы можем написать там какую-нибудь аффирмацию позитивную, то есть любая позитивная фраза – это будет леттеринг. Когда эскиз готов, приступаем ко второму этапу – прорисовыванию. Для этого используем самую сложную, по мнению многих художников, технику. Но для участников, уверена Анна, это будет полезным опытом. Самая сложная техника – это акварельная техника сегодняшняя. Поэтому все, кто сегодня придут на мастер-класс, это будет очень хорошо. Для них это будет очень продвижение вперед. В акварельной технике не должно быть четких линий. Хорошо, когда в рисунке остается, как это называет художница, недосказанность. Недосказанность должна быть, это когда какой-то кусочек просто не закрашивать. Виктория никогда не училась живописи. На мастер-класс пришла, чтобы ощутить внутреннюю легкость. Для аффирмации использовала один из жизненных девизов. Просто вот хотелось освободиться через рисунок. Never say never, никогда не говори никогда. Это один из девизов, то, что нельзя сдаваться, и по жизни, в принципе, можно всего достичь, чего хочешь. Технику акварельный леттеринг освоила, хоть и не сразу. Вернее, изначально нет, немножко не ту технику выбрала, а потом уже вот с помощью тренера, уже потом поняла, как работать с ней. А вот Марьяна пришла на мастер-класс для того, чтобы поддержать увлечение дочери. Мастер-класс очень для меня интересный, потому что у меня есть маленькая дочка, которая в три года рисует лучше, чем я, и мне немного стыдно иногда бывает. Поэтому вот я решила прийти и как бы свое умение немножечко улучшить. Кроме этого, Марьяна подготовила для своей маленькой художницы вот такой сюрприз. Это маленькая открытка для моей маленькой дочери. Я написала для моей маленькой Саши с любовью. Ольга Васильева, Иван Демяненко, ТВ5. Жажда не тетка. В зоопарк воды не принесет. А вот любители понаблюдать за жизнью зверей всегда ходят с водой. Обезьяна, которая, по-видимому, очень хотела пить, при помощи жестов дала подробные указания женщине, чтобы та ее напоила. Заметив, что в пакете у посетительницы зоопарка вода, животное ловко освоило язык жестов и очень доходчиво пояснила, что хочет пить и куда налить воду, чтобы она попала в вольер. Также при помощи жестов она показала женщине, чтобы та выкинула банан и взяла из пакета воду. В итоге все остались довольны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожье и области вы всегда можете узнать на нашем сайте. Для вас в студии работала Алена Матвеева. Всего вам доброго. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова